Так уж сложилось, что сосед соседу должен быть и другом, и братом, и товарищем. Но что делать, если ваш сосед решил вас выселить? Владельцы гаражей в кооперативе «Луч» знают об этой проблеме не понаслышке. Наша съемочная группа приехала сюда, чтобы выяснить, для чего же их сосед решил их затопить. Гаражный кооператив «Луч», между прочим, самый большой в городе, был построен в начале 90-х в микрорайоне Сысоево. Если ближе к делу, то во время дождя 807 гаражей уходят под воду. Рязанский бизнесмен, расположивший свое предприятие по соседству с кооперативом, встал у вентиля, единственной в гаражах ливневки, и время от времени перекрывает его. Человек купил за гаражным кооперативом землю, то есть был непосредственно враг. Начал его постепенно засыпать. К нему неоднократно обращались, то есть члены кооператива с просьбой, чтобы засыпать, ну, не засыпать, а проложить те трубы, к которым выходила бы эта вода. Ну, в итоге пришло к тому, что все-таки засыпали полностью оврах, перекрыли водоотведение, и тем самым кооператив начал тонуть. Позиция его такая. Я купил землю без обременения, здесь ничего нету, то есть меня ничего не волнует. По словам владельца в гараже, бизнесмена не устраивает руководство, кооператива. Он предлагал отдать борозды правления своему человеку. Для чего это делается, остается лишь догадываться. Возможно, мужчина планирует расширять свое предприятие. Рычаги влияния он выбрал наиболее гуманные – топить гаражи. И так как ливневка строилась еще в советские времена, и никакого проекта и документов на нее нет, то тут, как говорится, сам Бог велел. Этот человек нам вставляет палки в колеса, перекрывает на своей территории, периодически там какое-то препятствие устанавливает, то есть что у нас не сходит вода, а тем самым она идет в подвал гаражей. Я обращался во все инстанции, звонил в прокуратуру, звонил в милицию, звонил в МЧС, звонил и вот все письма писал в администрации. Они присылают один ответ – договаривайтесь с ним досудебно, как бы, ну, по-мирному договаривайтесь. По-мирному он разговаривать не хочет. Вот сейчас страшно, мы сейчас утопили, он нас сейчас утопил гаражи, вот как погреба нас утопил. А если пойдет дальше сильный дождь, он утопит нас гаражи полностью, понимаете? А в гаражах тут хранятся машины, личные вещи, кто вот эти убытки понесет. Использовать свои гаражи по назначению люди не имеют возможности. Оставлять там ценные вещи автомобиля нельзя ни в коем случае. Пойдет дождь и пиши пропало. Найти законную управу на своего сумасбродного соседа, владельца гаражей, по понятным причинам тоже не могут. Вот и остается им лишь донести свою беду до общественности. Вдруг у бизнесмена совесть сыграет, попытка не пытка.